Приветствую вас, друзья, на своем занятии по английскому языку, по самым нужным словам. Мой канал называется Your English Time. Если вы здесь впервые, добро пожаловать, не забудьте подписаться и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео во время просмотра. Я сегодня построила занятие несколько другим образом, то есть у нас новшество. А новшество заключается в том, что в конце занятия я дополнительно и еще раз озвучиваю слайды только на английском языке для того, чтобы у вас была возможность дополнительно попрактиковать английский на слух. Ну а в первой части нашего занятия мы традиционно разбираем самые нужные английские слова с комментариями и с переводом. Итак, если вы готовы, мы с вами начинаем. Сегодня у нас очень полезная, очень ходовая тема In a hotel. Те слова и выражения, которые понадобятся вам, когда вы поедете в отпуск и решите остановиться в отеле. Итак, поехали. Отель по-английски это hotel. Пожалуйста, обратите внимание, что ударение всегда на второй слог. В отеле In a hotel. Итак, когда вы заселяетесь в отель, это слово по-английски будет check-in. Вот оно здесь. Check-in. Check-in это заехать в отель, либо зарегистрироваться на рейс. Check-in. То есть, когда вы подходите к стойке ресепшена в отеле, это check-in. Сам процесс регистрации. Check-in. Если вы выезжаете из отеля, выселяетесь из отеля, да, либо когда вам нужно уже уезжать, это будет check-out. 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 На этом слайде мы просто с вами отдельно, изолировано достаточно, разберем слова. А вот уже на следующем слайде мы посмотрим, как эти слова будут вести себя в предложении. Итак, что еще вам может здесь понадобиться? Room key вам выдают. Room key. Это ключ от комнаты. Room key. Room key. Elevator. Elevator. Это лифт. Лагедж. Лагедж. Это багаж. Лагедж. Лагедж. Когда вы выселяетесь из отеля, вам, наверное, предоставят счет. Bill. Bill. То же самое слово можно использовать в ресторане, когда вы просите счет. Это тоже Bill. Bill. Вы можете просто сказать Bill, please. Вас поймут. Bill. 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 Еще вот здесь у вас показано for. Prime. То есть это какой-то бланк для заполнения, который, скорее всего, тоже необходимо бывает заполнить иногда в отеле. Это for. 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 Итак, что у вас обычно бывает в комнате? В комнате обычно бывает, значит, кровать, да? A bed. Bed. Бывает ванная комната. Это bathroom. 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 Топ. Это вот отдельная ванна, куда уже можно набрать воды и полежать там. Это bath. Топ. Душ будет shower. 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 Здесь у нас еще есть TV. Это у нас bed. Head. Также это у вас дверь. Door. 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 Здесь у вас какая-то картина, звук висит, да? Это может быть picture. Coffee maker. Это кофемашина, да? Coffee maker. Telephone. Telephone. И фен представлен. Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer. Итак, давайте эти слова повторим с вами вместе. Поехали. Reception desk. Check in. Check out. Luggage. Room key. Elevator. Bill. Bathroom. Bath top. Shower. Hair dryer. Еще вам может понадобиться вот power adapter, да? Переходник. Например, в Англии у них необычные достаточно розетки, там, по-моему, с тройным разъемом. И поэтому это power adapter, переходник, может понадобиться для европейских каких-то устройств, да? Для зарядок. Это power adapter. Когда вам нужно что-то попросить, например, у переходника это power adapter. Ну и розетка иногда может не работать, да? В комнате это socket. Socket. Розетка. Door. Lock. Замок. Ну и в отеле мы чаще всего останавливаемся, да? Это хороший глагол. Stay in a hotel. Stay in a hotel. Stay. Это находиться где-то, либо останавливаться именно в отеле, либо у друзей, например. Это stay, stay, останавливаться где-то, stay in, stay in. All right? Итак, переходим к следующему слайду. Не волнуйтесь, если вы сейчас не успели все запомнить. В этом нет ничего страшного, потому что мы с вами еще раз повторим все в конце занятия. Не волнуйтесь. Так, идемте с вами дальше. Давайте рассмотрим уже эти слова, как они ведут себя внутри предложений. Здесь та же самая картинка, которая была в увеличенном размере на первом слайде. На нее можете не обращать внимания. Вы сейчас должны вчитываться в текст и следить за мной, слушаться в комментарии. Если получается, даже можете повторять вместе за мной. Итак, поехали. I'd like a single room for one person, a double room for two people. Как правило, у вас бывает комната либо на одного человека, либо на двоих. Ну, либо семейные номера бывают, да? Значит, single room, single room, это комната на одного. Single, это один, либо одинокий. Single room, single room. A double room, это уже комната на двоих. Double room, double room, double room. Здесь у вас выражение такое I'd like. То есть мне бы хотелось получить какую-то комнату. I'd like a single room. I'd like a double room. How much is a single room? Сколько стоит комната на одного? How much is a single room? Традиционный вопрос в английском языке. How much? Сколько стоит? How much is a single room? I'd like a non-smoking room, if possible. Мне бы хотелось некурящую комнату, если возможно. Non-smoking, то есть некурящая. Smoking, smoking, это курящая. А вот non-smoking, это некурящая. То есть комната для некурящих. И тут та же самая конструкция. I'd like a non-smoking room. Мне бы хотелось комнату для некурящих. I'd like a non-smoking room. I have a reservation. Очень полезное выражение. Как только вы прибыли в отель, хотите заселиться, это первое, что вы произносите. Когда заходите, вы говорите I have a reservation. У меня сбронировано. То есть я бронировал. I have a reservation. Здесь дословно я имею бронирование. То есть у меня есть бронирование. I have a reservation. Дальше вы говорите, например, my name is. Меня зовут. Или просто протягивайте паспорта. I have a reservation. My name is. The desk clerk may say. То есть вот это ресепшенист, это будет desk clerk. Desk clerk может сказать Ваша комната на девятом этаже. Лифт вон там. Значит, your room is on the ninth floor. Floor – это либо пол, либо этаж. Не забываем, здесь у вас число должно идти порядково. То есть не просто nine, а ninth floor. То есть на девятом этаже. Далее вам ресепшенист сможет показать ключ. Или выдать ключ. Вообще вот это выражение Когда вам кто-то что-то дает, протягивает, например, там паспорт или заполненный бланк, что угодно, это можно выразить выражением here is. То есть вот. Вот здесь ваш ключ. Here is your key. Идемте с вами дальше. Would you like some help with your luggage? Luggage – полезное очень слово. Luggage – это багаж. Багаж. Вам нужна какая-либо помощь с багажом? Would you like some help with your luggage? Would you like some help with your luggage? Да, вам бы хотелось какую-нибудь помощь получить с багажом. Вот это выражение. Would you like? Would you like? Could you fill out this form, please? Помните, у нас на предыдущем слайде был листочек, да? Какой-то бланк. Это форма, да? Или заполнить форму for. Fill out – это когда вы заполняете что-то. Анкеты, формы, бланки какие-то. Это все fill out. Вопрос задаете. Could you fill out this form, please? Можете, пожалуйста, заполнить эту форму. Could you fill out this form, please? Могут вас также попросить подписать какую-то форму, да? Это sign here, please. Sign. Sign – это подписывать. Либо также это означает знак в английском языке. Обращаю ваше внимание, что в английском языке, как правило, да, какое-то слово может иметь сразу несколько значений. Это вот такая особенность языка. Sign here, please. То есть подпишитесь здесь, пожалуйста. Sign here, please. Идемте с вами дальше. Когда вы выселяетесь из отеля, when you leave. Leave – это уезжать куда-то, да? Покидать какое-то место. When you leave, you say. Когда вы уезжаете, вы говорите. I'm checking out now. То есть я сейчас выселяюсь. I'm checking out now. Это сейчас, да? Поэтому у вас использовано здесь I'm checking out now. Present continues. Can I have the bill, please? То есть можно мне, пожалуйста, счет, да? Can I have the bill, please? Именно это же выражение можно также задавать в ресторанах, да? Can I have the bill, please? То есть можно, пожалуйста, счет. Can I have the bill, please? Еще раз давайте пройдемся по словам. Значит, single room, double room, how much, non-smoking room, reservation, floor, fill out something, sign. All right? И сейчас мы переходим с вами к третьему слайду. И здесь уже мы разберем такое полноценное упражнение. Вставим по картинкам слова, которые пропущены. Также проанализируем полезные слова и выражения. Все это будет с комментариями на русском языке. Будет очень полезно. Я напоминаю вам во время просмотра также ставить лайк этому видео. Не забывать подписываться на канал. Итак, поехали. У нас по-прежнему тема in a hotel. И здесь у вас диалог. Диалог между guest and desk clerk. Guest это посетитель, либо гость отеля. Desk clerk. Desk clerk это receptionist. Итак, поехали. Can I have a double room for tonight, please? Can I have a double room for tonight, please? Можно, пожалуйста, мне на вечер, то есть на одну ночь. Double room. Комнату на двоих. Please, пожалуйста. Can I have a double room for tonight, please? Tonight это сегодня вечер, да, то есть на эту ночь. Would you like a... И вот у нас картинка. Некурящий, да, то есть... Would you like a non-smoking room? Would you like a non-smoking room? Вы бы хотели комнату для некурящих? Would you like a non-smoking room? Yes, please. Да, пожалуйста. And does the room have a TV? В комнате есть телевизор? And does the room have a TV? All our rooms have a TV, a telephone and a coffee machine. Вот у вас тут телефон, а это coffee machine, либо coffee maker, да, как было у вас в слайде. Значит, во всех комнатах есть, имеется, да, то есть все комнаты имеют телевизор, телефон или... И также кофемашин. All our rooms have a TV, a telephone and a coffee maker. I can give you room 225. It's on the second floor. Обычно номера комнат за границей для удобства, да. Понимания говорят подряд. Цифры озвучиваются. 2 to 5. Ну, редко можно встретить... 225. Когда 225, да, читаю 225. Чаще 225. Значит, я могу вам дать комнату 225. Она на втором этаже. I can give you room 225. It's on the second floor. Floor. Помним, да, пол либо этаж. Floor. Floor. Here is your keys. То есть вот ваши ключи. Можно сказать, here is your key. Один ключ. Можно сказать, here is your room key. Here is your room key. The elevator. Вот это у вас лифт, да. The elevator is over there. Лифт вон там. The elevator is over there. Еще обратите внимание на произношение. Elevator начинается с гласного звука, да. Поэтому вот этот вот артикль, the, можно его читать как the. The elevator is over there. The elevator is over there. Would you like some help with your... Правильно. Baggage. Would you like some help with your baggage? Вам нужна помощь с вашим багажом, да? Вам помочь с багажом, с сумками. Would you like some help with your baggage? Baggage. Багаж. No thanks. Нет, спасибо. No thanks. I have only one suitcase. У меня только один чемодан. Suitcase. Suitcase. Это чемодан. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. For tonight. Would you like? It's on the second floor. Here is your key. The elevator is over there. Would you like some help with... Suitcase. Suitcase. All right? Теперь мы переходим к с вами следующему слайду. И здесь уже мы повторяем только слова. Ваша задача повторять эти слова за мной. Сейчас старайтесь копировать и интонацию, и произношение, и также ритм. Окей? То есть успевайте за мной. Поехали. Мы будем читать их по два раза. Поехали. For tonight. For tonight. Would you like? Would you like? It's on the second floor. It's on the second floor. Here is your key. Here is your key. The elevator is over there. The elevator is over there. Would you like some help with? Would you like some help with? Suitcase. Suitcase. Single room. Single room. Double room. Double room. How much. How much. Non-smoking room. Non-smoking room. Reservation. Reservation. Floor. Floor. Fill out something. Fill out something. Sign. Sign. Reception desk. Reception desk. Check in. Check in. Check out. Check out. Luggage. Luggage. Room key. Room key. Room key. Elevator. Elevator. Bill. Bill. Bathroom. 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 Bath stop. Bath stop. Shower. Shower. Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer. Power adapter. Power adapter. Suck it. Suck it. Door. Door. Lock. Lock. Stay in. stay in отлично молодцы и так давайте чуть-чуть и выдохните переведите дух немножко расслабьтесь и сейчас мы с вами переходим к следующему слайду и на этом слайде я уже буду зачитывать сам слайд и буду читать только на английском языке без комментариев без русских вставок без русских комментариев без русского сопровождения ваша задача слушать и если у вас получается повторяйте со мной же в момент того как я читаю итак если вы готовы мы с вами идем дальше начнем at the reception desk the front desk hotel registration check-in check-out room key luggage elevator bill form room bathroom shower bath top tv a bad hair dryer picture coffee maker telephone next i'd like a single room for one person a double room for two people how much is a single room i'd like a non-smoking room if possible smoking is not allowed i have reservation my name is the desk clerk me say your room is on the ninth floor the elevator is over there here is your key here is your room key would you like some help with your luggage could you fill out this form please sign here please when you leave you say i'm checking out now can i have the bill please next can i have a double room for tonight please would you like a non-smoking room yes please and dot the room have a tv all our rooms have a tv a telephone and a coffee maker i can give you room 225 it's on the second floor here is your key the elevator is over there would you like some help with your luggage no thanks i have only one suitcase ребята на этом все я заканчиваю свое занятие благодарю вас за просмотр спасибо что досмотрели до конца и были со мной я желаю вам всяческих успехов и надеюсь увидеться с вами в следующих занятиях take care bye